Подруги, привет! Сегодня у нас с вами жизнь, вот как она есть. Сегодня мать ничего не успевает. Появляюсь в кадре вот с такой вот прелестью на лице, просто потому что за кожей наконец-то нужно поухаживать. Беременность, она оставила свой огромный отпечаток на моем лице и не только. Поэтому уж извиняйте, сегодня будет как есть. Все делаю на ходу. На двери висит стирка, сохнет, ничего убирать не успеваю. Поэтому ребенок на кухне сидит, поглядывает в мультфильм, пока я с вами здесь немного поболтаю. И позже сегодня днем мы с вами поедем на второй мой скрининг. Ну а до этого расскажу вам, что у нас здесь происходит. Так, подружки, маску сменили патчи. На губах появилась гигиеничка, скволан на лице, в руках чашка кофе. И это прям вот удовольствие моего утра. На этой неделе что у нас новенького? Я больше обращаю внимание на свой график, на свой день и на адаптацию моей беременности в жизни со старшим ребенком. Все потому, что режим ребенка, он, конечно же, меняется. Ребенок растет, он требует все больше и больше внимания, больше и больше активности. Поэтому с растущим животом в беременности это, конечно же, очень тяжело. Первое, как я в этой ситуации себе помогаю, я стараюсь себя разгружать. И вот уже буквально, наверное, третью неделю к нам раз в неделю домой приходит уборщица, которая убирает всю мою квартиру и помогает мне с чистотой в моей квартире, дабы мне не приходилось в беременности надрываться, мыть полы, тратить время на вот эти генеральные вечные уборки без конца, вот это вытирание, подтирание пыли и прочих-прочих мероприятий для поддержания чистоты в доме. Так что для меня, для мамы, которая и работает, и с ребенком в основном время проводит еще и в беременности, это, конечно же, большое-большое облегчение. И в целом, вот для себя лично, я считаю, что это просто замечательно, потому что мне не нужно лишнее время тратить на уборку, я могу это время тратить с ребенком и уделять ему внимание больше, чем если бы этой уборщицы раз в неделю в моем доме не было. Также я адаптирую наш график. Кто смотрит мой канал и знает моего малыша и наш путь с его рождения, то вы знаете, что мой ребенок всегда уходил спать достаточно рано. Уже шести часов вечера я его укладывала достаточно продолжительное время, и он спал у меня до шести утра. То есть весь вечер у меня был на мои дела, на отдых, и ребенок прекрасно высыпался, и такой режим ему подходил прекрасно. Сейчас, когда ему два года, и приближается летнее время, хочется и с мужем больше времени провести после его работы куда-то поехать и не торопиться вечно домой, чтобы уложить ребенка спать, мы решили нетипично для нашей семьи укладывать ребенка позже. Сейчас он уходит спать в 10 часов вечера. И в его возрасте я понимаю, что конкретно ему такое время ухода на сон окей. Он чувствует себя хорошо, он высыпается, он в хорошее настроение, он не психует больше, чем обычно. И в целом, ну, вот такой режим для него окей. Что для меня большой-большой плюс, помимо наших прогулок по вечерам, это еще и то, что он по утрам встает значительно позже. Вот сегодня, например, мы встали в 10 часов утра. Я открыла глаза прямо с глубочайшего сна, была уверена, что часов 8, может быть, максимум 9, а оказалось на часах уже ровно 10. И все это время мы с ребенком спали, и это было замечательно. Это было прекрасно, и я поняла, что я могу по утрам хотя бы отдыхать, высыпаться и день начать с большей энергии, с лучшим настроением. И в целом, как-то у нас вот все начинается намного лучше. И, конечно, самое-самое большое мероприятие этой недели – это наш второй скрининг. Сегодня мы отправимся к доктору Каштановой Татьяне Александровне, которая будет делать мой скрининг в связи с майскими праздниками. Мой скрининг, он сдвинулся немного вперед. Сегодня у нас получается 20 недель и 5 дней. То есть мы все еще вот в этом окне, когда мы можем спокойно делать второй скрининг, но все-таки ближе к раннему сроку, когда это можно сделать. Поэтому уж точно наверняка нам нужно сегодня к ней попасть. Ну а во всем остальном, сегодня здорово, что на скрининг поедет мой муж вместе с нами. мы сумели все-таки подбить наши графики так, чтобы и он присутствовал и посмотрел на малыша во время нашего УЗИ и второго скрининга. Что касается вот этого маленького красавца, сегодня в связи с тем, что он проснулся у меня в 10 часов утра, не понимаю, что делать с дневным сном. Все потому, что обычно я его укладываю в час. Если он просыпается поздно, я укладываю ближе к 2. Ну а так как на скрининг нам сегодня нужно попасть в 5, из дома выехать максимум в 4, не позже ночи, мы опоздаем. В общем, даже не знаю, можно будет его не укладывать и в дороге поехать, надеяться на то, что он уснет у меня в машине. Ну в общем, это еще один пункт нашей адаптации беременности и всех с ней связанных визитов к доктору и режима старшего ребенка. Поэтому сегодня, ну, немного, наверное, режим у нас пострадает. И предполагаю, что все-таки, наверное, я ребенка действительно ложу спать в машине, ну или, по крайней мере, посажу его в машину, и он потихонечку-потихонечку там уснет. У нас с вами еще одна важная задача. Вот наш список, который висит прекрасно на нашем холодильнике. Это список имен малыша возможных. И из этого списка нам нужно сегодня с вами удалить несколько имен. Сегодня добавлять ничего не буду, поскольку в прошлый раз мы уже добавили от вас, читая все ваши комментарии, ваши варианты. И сразу скажу, что я вернула Эйдена, потому что все-таки мне это имя очень-очень нравится, и я все-таки хочу, чтобы это имя здесь оно было и чуть-чуть хотя бы повисело, и как-то мы его не списывали с счетов. Но в то же самое время есть несколько имен, которые мы с Арсом решили все-таки из этого списка вычеркнуть. И значит, что у нас сегодня получается. Первым делом мы вычеркиваем Роман, потому что все-таки мы подумали, что Рем и Ром, но это как-то слишком одинаково, и, в общем, не будут дети понимать, кто кого зовет и зачем. Дальше следующие мы вычеркиваем Орен. Это имя тоже как-то, ну, не знаю, на фоне всех остальных нам, наверное, нравится меньше всех. А, кстати, мы же Рейда тоже вычеркнули, я не знаю, почему я его написала еще раз. Ну, в общем, Рейда мы тоже вычеркиваем. Дальше у нас идет Эдвард, Итан, Эрик и Сэм. Эти имена остаются. Дальше от вас у нас Эван, Ролан и Арон. Из этих имен мы все-таки, наверное, вычеркиваем Ролан, потому что, ну, вот просто оно нам не особо-то пришлось по душе. И у нас остается Роберт, Альберт и Эйден. И, к сожалению, и Роберт, и Альберт у нас из списка вычеркиваются. Мы понимаем, что все-таки мы эти имена использовать не хотим. И таким образом у нас с вами остаются Марсель, Грант, Эдвард, Итан, Эрик, Сэм, Эван, Арон и Эйден. Это те имена, которые продолжают гонку и свою битву за почетное место победителя и выбора в качестве имени для нашего второго малыша. Так что, подружки, если в случае еще какие-то классные варианты у вас есть, можете их смело писать. Все комментарии читаю. И если что-то вот прям зацепится, обязательно добавлю в этот список. Так, мы вышли. Котенок Мега Грибник. Но сегодня погода адская, поэтому бутер по лужам будет в своих резиновых сапожках. Сапожки еще в прошлом году в Риге покупали. И в дождевичке. Эй, покажись, скажи подругам привет. Ну, хотя мы уже виделись с подругами сегодня. Ну, в общем, такой прикид. Ладно, пойдем, поедем. Ребенок у нас днем не спал. Поэтому у нас есть большая надежда на то, что он поспит в машине. Ну что ж, будем надеяться, что так оно и произойдет. И маме все-таки не придется одной идти на свой скрининг. Потому что папа застрянет в Мегке в машине. Да? Так что по дороге надо спать. Давай, котенок, дидиди. Давай ручку. Давай ручку. Папа, руку просит. Так. Ну вот. Идем. А ты куда побежал? Это подружки мои называются успехом. Саксас. Есть контакт. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, подружки, такие у нас снимки УЗИ получились В общем, результат скрининга все прекрасно, все хорошо Малыш весит около 400 грамм и развивается относительно его сроку Это очень-очень здорово Все органы, все прям в прекраснейшем состоянии Нет никаких волнений Шейка матки закрыта, очень хорошая Плацента уже поднялась высоко, правда, по передней стенке Нужно быть достаточно осторожной с животом Чтобы Рэм, например, там его не пинал лишний раз А во всем остальном все отлично Так что, фух, выдыхаем и ждем до следующего скрининга Кстати, здесь вот у меня есть фотографии нашего УЗИ Получается, что у нас 21 неделя И я сравнила с УЗИ Рэма Но тут, наверное, еще сравнения лишние Потому что здесь Рэм у меня 27 недель Или 27 недель, ну что-то типа того, 27 недель Поэтому нужно подождать еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть Хотя вот эти уголки рта Я вот какие-то уже вижу сходства То есть, мне кажется, внешне он должен быть похож на Рэма Ну, ничего, как раз-таки я записалась на Что у нас получается? 17 июня Это как раз будет 27 недель И вот сможем сравнить эти картинки УЗИ С новыми картинками малыша Как раз-таки с этого УЗИ Ну все, подружки, сегодня, слава богу, с хорошими новостями Все у нас прекрасно развивается Прошло тоже все здорово А так что увидимся с вами в следующем моем видеоролике На сегодня все Прощаюсь с вами и желаю вам доброго дня Пока Субтитры сделал DimaTorzok